Пазл Пиано Итак, для проведения урока преподавателю или родителю понадобится фортепиано, методическое пособие или подписка к моему курсу iTunes U, флешка с видеозаданиями, либо подписка на мой канал Europeano на YouTube. Здесь вы найдете специальный плейлист, где я храню все видео тематические, которые использую на своих уроках. Ну и компьютер. Первое. Выполните упражнения, повторите песенки «Веселый старичок», «Пингвин», «Проапельсин». Сейчас мы работаем плодотворно над пьесой «Кораблик. Ложка». Выполните упражнение «Постановка рук». Сегодня мы продолжаем заниматься упражнением ганона. Играем первые три упражнения без остановок на последней ноте до конца. Повторяем тон и полутон строения мажорной и минорной гамм по формуле. Сегодня новая тема – знаки альтерации. Знаки альтерации – это такие знаки музыкальной нотации, указывающие на повышение или понижение какого-либо звука без изменения его названия. Основные знаки альтерации – диез, бемоль и бекар. Диез повышает звук на полтона, бемоль понижает звук на полтона, а бекар отменяет действия диеза и бемоля. Случайные знаки – это те знаки, которые встречаются в данном музыкальном произведении редко, эпизодически. Действуют исключительно на протяжении только одного такта, где они встречаются. Ключевые знаки – это те знаки, которые встречаются в данном музыкальном произведении постоянно. Записываются они возле ключа. Потренируйся в написании знаков. Досочини считалочку. Выбери ладовое наклонение и назови тональность полностью. Раскрась прямоугольник синим цветом для минора и желтым цветом для мажора. Подпиши ступени в гаммах и найди тоники тональности. Обозначь тоники буквой Т. Найди ошибки и исправь знаки при ключе. Выполни упражнение. Попробуй найти на клавиатуре знаки альтерации к указанным преподавателям либо родителям нотам. Найди энгармонически равные тональности к данным тональностям. Фа диез мажор, ми бемоль мажор, до диез минор, си бемоль мажор, ре диез минор. Упражнение делается устно. В конце посмотрите видео, которое я подготовила для использования на этом уроке. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности на них отвечу. По традиции я всегда оставляю ссылки на тематические видео для использования на этом уроке. И если вы хотите заниматься вдвойне и даже втройне эффективнее, то занимайтесь во мной предложенным схемам проведения уроков. Ссылки на них я оставлю внизу в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok